Уважаемые друзья, братья казаки, сестры, сегодня мы проводим по нашему предложению окружного казачьего общества по информации от Забайкальского края о том, что к нам по дороге в Забайкалье едет уважаемый человек Горбунов Сергей Германович, его представляю. Новосибирска, это руководитель ансамбля традиционной казачьей культуры с большим опытом работы жизни и вероисповедания православного, ансамбль Майдан руководитель, и мы с щитой согласовали, что мы лучше здесь привлечем, к сожалению, пока я не вижу даже городских герцентр, не понимаю в чем дело, но наверное появится. Поэтому начнем нашу работу, но прежде чем начать, позвольте нам выполнить приятные поручения. И во-первых, хочу поблагодарить Николая Борисовича Вольскова за то, что вы нам предоставили возможность провести этот мастер-класс в нашем помещении, вообще прекрасное помещение, тоже мы рады за вас. Поэтому сегодня хотел и вручить, и объявить еще ряд награждений. Атаманская грамота награждается Подглазова Валентина Георгиевна в честь 80-летнего юбилея. За активную часть в жизни окружного казачьего общества Верхнеудинского, Байканского казачьего, большой вклад в становление казачьего, популяризацию казачьего движения и образа жизни. Дай вам, Бог, здоровья, благополучия и счастья. Счастливо. С Богом. Еще одна забава. Вот такой набор, это поверхнеудинский. Сергей Емельянов. Положник такой. Спасибо. Было изданное юбилеем города. Спасибо вам, Михаил. Здоровья. Так, ну и чтобы больше не объявлять, я хотел бы также вручить нашему народному казачьему ансамблю «Станица» художественный руководитель Григорьев Георгий Васильевич. Должен быть здесь, за активную часть в пройдении первого фестиваля территориально-общественного управления Республики Бурятия. Мы в городе серьезно и нас поблагодарили. Так, ряд грамот лиц отдела культуры, православия. Нет, сейчас мы начнем буквально. За Играевский район отсутствует, да? Тарабагадай отсутствует. Хоринского нету, Серингинского нету, Тягтинский есть, Вечера нету. При Байкале уже коллективы взяли эти дипломы, которые участники фестиваля казачьей культуры в Кабанской прошедшем. Их там не вручили. Поэтому спасибо за внимание. Что касается данного мастер-класса, уважаемый Григорьевец, кто профессионально к этому делу относится, получение своего удостоверения об обучении, просили бы сдать средства, здесь уже процесс пошел, вы вам объявляли поддержку нашего специалиста. Ну что, тогда вам слово. Ну, хочу всех поблагодарить за то, что пришли. Спасибо большое Николаю Борисовичу за территорию, за площадку, за эту. Вообще, на самом деле, короче, этот семинар, он задумывался нами. Изначально с Алексеем Рюнкиным мы разговаривали, с ансамбль Чеченская слабана. Ну, мы много раз пересекались с ними, и как-то так вот они позвали к себе. Позвали уже давно, но сейчас вот наметили им то, что нужно позаниматься совместно. И как бы мы хотели, ну, они попросили поделиться опытом своим, да, по поводу этого. У нас не так давно проходила конференция, и мы на этой конференции, там, получились такие болезненные точки для вообще развития казачьей культуры. И мы поэтому решили, что мы должны вот эти вот болезненные точки пообсуждать вот между собой, там, да, в коллективах разных, которые этим болеют, которые являются носителями традиции в регионах, там, в местах разных. Вот. И я думаю, что мы здесь с вами пообсуждаем это, поговорим, потом, может быть, даже поработаем практически. Я даже надеялся, что мы практически поработаем там. Мы вам расскажем, как мы занимаемся этим. Вот. Ну, меня, я думаю, многие из вас знают. Вот. Здесь я жил три года в ООНГЭ. Занимался здесь. Я, правда, немножко в другой сфере работал здесь. Я работал со спецназом здесь, с Сосновым Бару, три года. Поэтому особо у меня не было времени заниматься культурой. Я другой культурой занимался, воинской. Потом я переехал. Ну, я все равно этим жил, я все равно пел. Я там, Сосновым Бару, умудрился проводить там калятки, заниматься с местными там ребятами. Мы даже тут выступали несколько раз. Вот. Ну, дружили, в принципе, мы приезжали, общались, так, параллельными путями мы шли все равно. И с вашим коллективом параллельными путями шли. Вот, я наслышан о многих тех местных, людей, которые здесь занимаются, вообще, тем, что несут традиционную культуру. Хочу немножко рассказать о нас, ансамбле традиционной казачьей культуры Майдана. Нам 26 лет. То есть, мы уже довольно-таки... Ну, возрастной коллектив такой считается уже немолодой. Коллектив входит в десятку лучших коллективов в России этнографических, кто занимается этнографией казачьей. К сожалению, к великому этнографии мало занимается казачьей. Больше сценические коллективы. Или коллективы, которые используют этнографию такую аутентифию. А чисто этнографических коллективов, к сожалению, к очень великому мало. Они либо живут там, где они поют. То есть, вот, на Даму, допустим, на Кубани живут, там, где, да, они поют. Либо это коллективы, которые там с господдержкой стараются как-то петь. Основным инициатором создания таких коллективов, обычно, российский фольклорный союз был, кто занимается аутентикой, либо те, которые живут прямо на местах. Но у нас появился коллектив благодаря вот этой вот волне 90-х годов, когда, помните, да, когда казачество возрождалось, всё там кипело, все горели огнём. И вот у нас тоже мы на этой волне. У нас это, в Новосибирске появился коллектив. Руководителями его тогда были Аникеевы, Виктор Сергеевич и Галина Николаевна. Вот, семья такая. Они сейчас в Воронеже переехали. И на меня, честно говоря, свалили вот этот вот груз этот тяжёлый. Я просто в коллективе пёл, мне нравилось, хорошо, тем более занимался традиционной культурой, воинским направлением занимался. Но выяснилось, что подходы наши, да, у нас такой ансамбль «Майдан» — это целый институт культуры такой, вот, своеобразный, потому что мы очень много направлений разных затрагиваем. И включая чисто воинское направление. И я сегодня буду рассказывать про то, что казачье пение — это в первую очередь, конечно, это воинское. Поэтому у нас проблема-то, когда казачьи коллективы, да, пытаются, или какую-нибудь казачью песню пытаются петь, сразу это чувствуется в голосах, слышно, что воинов у них нету, у людей. И у них, конечно, вот это, из-за этого отсутствия мы не можем петь такие, там, материал сложный. Потому что казачье пение — очень сложное пение. Это все знают, это любой руководитель с этим сталкивался. Пытаются учить песню. Простые какие-то песни, которые там, строевые там песни, да, они получаются. А если взялись за какую-то песню посложнее, уже все, у нас не получается. Поэтому вот такой вот. Кроме ансамбля «Майдан», у нас есть ансамбль «Ростань», это у нас девчонки. Это тоже аутентичный коллектив, этнографию они поют. Они нашу этнографию, сибирских казаков поют. Они поют крестьянские песни Новосибирской области, Алтайского края. То есть, ну, там занимается этим сейчас Диана у нас. Ой, сейчас она фамилию поменяла, замуж вышла. Ну, Галина Николаевна Никеева изначально возглавляла. А Диана, она взяла не так давно коллектив. Сейчас она у нас переехала в Томск. И немножко так коллектив подзавис у нас. Ну, они, как у всех девушек бывает у них, то они детей ждут, то они их ростят, у них такая постоянная текучка идет. Девчонки молодые, все замуж повышали. И у них сейчас такой период немножко подзависли. И еще, кроме этого, да, мы занимаемся молодежью. Сейчас сын мой не приехал, он у нас поет в ансамбле Отечества. Нина Анатольевна Лапина, возглавляя Отечества. Я потом расскажу, как он развивался, этот коллектив. И я получилось так, что я там у них занимаюсь вот именно воинской составляющей немножко. И занимаюсь их голосами, то есть постановкой голосов. Они, вы все знаете, как с детьми заниматься трудно. У них ломки голосов идут, постановки. Как трудно им, чтобы им это интерес у них появился к этому. Потому что они одно время горят, потом резко упухают. И у них вот это вот... Ну, у нас Отечество, вон такой ансамбль. Когда мы с ним начали заниматься, до этого Нина Анатольевна Лапина мучилась с ними очень долго. Она два года билась, и вообще нулевой результат был практически, как она считала нулевой. Ну, вот Нина Анатольевна Лапина просто не могла вот это провить эту брешетую. И потом через два года попросила нас заниматься ансамблем Майдан, потому что мы тут одни единственные. Мы с ними начали заниматься, петь. Приехали с ними, позанимались пением, повыступали у них там, вместе с ними попели. У них, они так подзагорелись. А потом она пришла ко мне, говорит, Сергей, давай, говорит, что-нибудь придумаем, чтобы они пели. Ты, может, с ними будешь заниматься. Вот мы там нашли часы там тебе в Доме народного творчества. Или кто-нибудь хотя бы из ансамбля будет заниматься. Ну, мы нашли возможность, стали заниматься с ними. И резкий рост за один год у них. Они у нас запели все. Они запели у нас Сибирь, запели Кубань, запели Дон они у нас. Мы их, в общем, терек они сейчас поют. Мы, в общем, с ними такой прямо резкий рост. Они в несколько экспедиций скатались, посмотрели, пообщались с настоящими казаками, дедами. И у нас вот прямо прорыв такой. Сейчас они у нас в прошлом году ездили в Артек, выступали там. Ну, вот ансамбль «Казачий круг» туда приезжал. И Провоторов Николай Федорович, руководитель ансамбля «Живая старина». Кто знает, он с Питера. Такой он один из первых коллективов, который начинал. Из которого вышли такие, ну, вы знаете, наверное, там Игорь Петров там вышел, Черков когда-то, который братину сейчас возглавляет. Вот они из его коллектива вышли. Он с ними занимался, тогда начинал. И он с ними занимался в Артеке. Сказал, что дети у вас матерые, поют вообще все. Даже то, что мы не поем, они поют. И то, что мы поем, они тоже все поют. Мы там сами, они сами вечерки проводили в Артеке. Должен был «Казачий круг» проводить, Николай Сахаров. Руководитель «Казачий круг» позвонил мне и говорит, Серега, у вас, говорит, вообще дети, мы прямо обалдеем. Мы там, говорит, на берегу отдыхаем, а дети у вас сами вечерки проводят. Мы, говорит, отдыхаем, прям, хорошего нет. Ну и с ними там занимались, конечно, плясом, пением. Ну, это вот как бы вкратце, чтобы вам было понятно, да. Ну, касаемо семинара, да. Касаемо семинара, знаете как, я хотел, я наметил так в общих чертах, да, о чем мы разговаривали. Конечно же, проблема казачьего пения, сейчас вы все знаете, да, допустим, там, гимны практически никто не поел. Почему это? Да потому что не тянет, духа-то нет. Духа нет из-за того, что, ну, люди забыли о том, что казачье пение, в первую очередь, это воинское пение. И, в общем-то, чтобы, как я начал с отечеством заниматься молодежью? Да, я просто их начал заниматься тренировками сегодня. Ну, и ничего такого сверх какого-то не давали. Мы просто начали гонять на тренировках. А они дети, вот такие диванные дети сейчас современные, да, которые там побеждают галактики, там, захватывают вселенные, там, в компьютере, да. Они на улице, они боятся всего, что только можно. Это такая совокупность страхов для них во всех детях, да, сейчас они уже все знают, какие дети, как они сейчас растут, как они воспитываются. И вот эти вот дети, они стали меняться на глазах мгновенно. Они у нас быстро, потому что надо же соответствовать тому, что ты из себя изображаешь на сцене. И поэтому мы вот этот аспект пытаемся вводить, он у нас немаловажным является в нашем занятиях в ансамбле. По-другому совсем звучат голоса. И нас знают, вот мы ездим везде, да, ну, таких коллективов-то этнографических, их не так много, они все на слуховом. Это такие ансамбли, как Базулук, там, Казачий Раулдаль, ансамбль, Станица. Вольница, да? Да, Вольница ансамбль, да. Но Вольница, он не чисто этнографический, они используются, такие элементы, такие, циммерческие, да, они обрабатывают, они уже работают. А если чисто этнографические, то их, как бы, не так много. Это вот, бабушки, те же, Талянковка, которые вы говорили, мы с ними тоже периодически пересекаемся. Казачий круг, да? Казачий круг, братья, да, коллективы такие. Вот кто глубоко занимается в этой традиции. Ну, я могу много еще. Сталина, это Юра с Леной Фирсовой, это Станица Клоноженская. Мы с ними тоже постоянно пересекаемся. Я к ним, в гости заезжаю, так периодически дружим мы все. То есть мы все друг с другом общаемся, дружим. Ну, сейчас к работу можно отнести, да, Кистинскую клавуру? Можете отнести к этнографическому коллективу? Кистинская слобода, конечно, он этнографический коллектив, но если чисто казачий, нет. Потому что чисто казачий, к сожалению, сейчас, вот у вас был здесь коллектив, но сейчас его нету, к сожалению. Ну, вот Николай, сейчас отправился, да, чисто трудно. Когда чисто, это дружилось. Нежеостров? Да, Нежеостров, да, они занимались, а вот сейчас, к сожалению, великому нету. А так, ну, а получается, Аромс, это товар, что мои дни, ты знаешь, чистая казачья этнография, больше никто. И поэтому у нас недавно проходила конференция, я уже рассказывал про то, что на конференции там получилось так, что рассказывали про возрождение России, там на конференции выступали разные люди, очень интересные. Там был с Центра управления полетов ЦУПа, этот друг Гагарина, там рассказывал, потом там по сектам приезжал, по антисекарской работе приезжал, знаменитый такой человек с Москвы, с лекциями. Потом приезжал психолог православный, очень интересный, он тоже лекции читает весь день, только по России, по миру. И я там последний выступал, я как бы всех выслушал, послушал, у меня там написал себе, мне 40 минут было, я там написал себе, я этот листок выкинул, потому что, ну, я услышал всех, да, и потом просто вышел, начал рассказывать, я говорю, ну, понимаете, ну, все вот говорят там про возрождение России, вот какая она там должна быть, вот как все здорово должно быть, ну, классно все, хорошо. Какую Россию-то хотим разработать? Ну, какую, я говорю, на примере нашего ансамбля, вот мы один коллектив, да, один, больше нет никого. Вот сейчас мы уйдем, и все, у нас даже звания народного нет, представляете, мы до сих пор не можем звания народного пробить, потому что не дают, ну, понимаете, о чем я говорю, там сидят люди, которые далеки от этнографии, они просто, они уж такие все встречают, что мы пытаемся давать. Вот, и, ну, да, среди этнографов, или там, если я приеду куда-нибудь там, к бабушкам куда-нибудь на дом, да, я с ними сяду, я буду с ними петь, мы друг друга все понимаем, потому что мы на одном языке разговариваем. Вот, там далеко, людям надо другое, у людей сейчас, тут какой-то развлекательный, там, что-то, шоу, да, шоу, поэтому нам очень сложно, и надо будет общаться на этом. Я говорю, ну, вот представьте, вот мы одни сейчас, вот мы сейчас возьмем, мы идем, да, или кто-нибудь там заболел, там, или умер, там, всякая же бывает в жизни. И че, у нас не будет коллектива, и че дальше, кто дальше это понесет? А дословно, традиция передачи, дословно, традиция, греческая передача, Господь нам передал, народу, да? Ну, представьте, каждому народу Господь дал свою традицию, ну, Господь, а вы-то передавать дальше должны, чем вы занимаетесь, это вы чем занимаетесь, передачи, так же передаете. Потому что с Ильмурска тоже есть традиция, она была, она есть, она, правда, такая более осовремененная сейчас, но она все равно есть, через нее люди прикасаются к той традиции корневой, которая есть. Мы занимаемся чисто корневой традицией, а кольки, ну, которые ведут потом к этой корневой традиции, поэтому вот такая вот, конечно, вот это большая проблема. Ну, я говорю, что мало того, сейчас еще есть люди, которые там, ну, ненавидят традицию, представляете, ненавидят они, они ненавидят, и говорю, ну, и как мы хотим дальше, какую Россию, если мы наполовину ненавидим еще эту традицию, считать, что это все не надо, это вообще, это вредно, и что будет у нас? Вот авторские песни, сейчас десятки, сотни, тысячи коллективов поют просто авторские песни. Казачий фестиваль, я приезжаю Кривошейно, там, фестиваль у нас проводился, 64 коллектива казачьих завернувших, 64. Я приехал, и мы ходили по кругу, и не знали, с кем мы можем спеть, чем мы можем. Никто не знает песен, мы подходим, говорю, слушай, давайте что-нибудь сыграем, там, песенку. Давай в другую, да? Меня попросил атаман нашего, ну, уже, вот, арестового казака, Дмитрий Николаевич Семенов тогда был, да, атаман, еще, нового Николаевского отдела. Он попросил, говорит, слушай, ты посмотри, там, какие-то коллективы, которые у нас можно, ну, будут у нас свой фестиваль, и мы их пригласим. Я только нашел два детских коллектива, которые, вот, они поют, ну, этнография, вот, так, ну, более-менее. А остальные люди, они поэтаповские песни, они не в самом лучшем качестве. Вот, поэтому вот такая большая проблема, видите, да? Ну, и я думаю, что эта проблема, она должна всех затронуть, потому что иначе мы тогда, понятно, мы уже такие махровые, покрытые плесенью, там, уже все от нас устали. Вот, мы говорим о каких-то вещах таких, которые никому не интересны, может быть. Но, глуподневно, если это все пропадет, вот, люди сейчас восстанавливают церкви, пытаются, да? Вчера церковь была открыта, надуратная церковь, монастыре Трояль-Сигунинском, посвященная орхистративу Божию Михаилу. Историческое событие в истории Бурятии, да? И там на этой церкви разговаривает, там, священник один сказал, что, ну, человек сначала один сказал, потом священник, что самое трудное, это наш внутренний храм созидать. То есть храм такой легче восстановить, чем внутренний храм. Так вот, что такое ансамбли? Ансамбли – это те люди, которые восстанавливают, тоже помогают восстанавливать наш внутренний храм. Потому что традиция, культура, да? Культура – это культ от слова культа, то есть Богом данная нам. Богом данная нам традиция, культура. И поэтому, вот, к этому и нужно сейчас. Ну, теперь я хотел бы, вот, чем страдают коллективы, которые, ну, не аутентичные, проблема в чем бывает. Ну, не то, что они страдают, они этим и живут. Просто я имею в виду, что чем отличает аутентичные тельни от обычных тельни, которые сейчас культивируются. Во-первых, я уже сказал, что это тот воинский дух. Я сейчас включу, кстати, его. Можно это? А ты вот. Давайте я его просто поставлю, или вот так вот. Я сейчас включу. Я включил в запись, вы или многие знаете, 23-го года запись. Ну, доски казаков в Париже. Там панихида есть такая. Там, послушайте. Это просто обычные казаки. Сейчас таких голосов в природе не существует просто. 923-го, да? Да, 923-го. Запись старенькая. Представьте, это. Поется в трубочку. В хронограф. Да, и вот панихида поется. Вот она, как бы, просто люди поют. Они не красуются голосами. Вот, они просто обычно поют. Ну, вот если голоса их послушать, то он все услышал. Сейчас, извините. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Послушайте, пожалуйста. Послушайте. Позрачи голоса. Панехида по погибшим голоса. Они пою, поминают всех, кто погиб гражданскому. Это удавались. С удавались. ПОЁТ ПОЁТ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я просто включил, да, для чего включил это, чтобы услышали просто, что сейчас проблема. Бывает, да, знаете, у нас коллектив какой-нибудь приглашают, мы там приехали, да, куда-нибудь, а они говорят, слушайте, давайте сыграем вот эту песню. Последний раз это в Омске было, у нас один коллектив говорит, давайте подгушу и пытаемся, не можем, чип не хватает. Знаете, да, бывает проблема, когда запить, понимаешь, запев, когда очень сложные запевы, да, то, что вот эти вот голоса измельчали, так вот сказать, вот, и мы не можем. И вот отличительные черты казачьего пения, да, какие вот аутентичного пения. Чего вот я постоянно на эту тему тревожу всем? Ну, это, во-первых, это воинский дух, воинская составляющая, потому что ненастоящий слышно в голосах, вот здесь слышна настоящее. Потому что они еще живые, там два голоса поют, которых сейчас просто в природе не найдешь. ни один оперный певец, ни кто такой бас-профундер, да, два баса, там, которые просто нереальные басы сейчас. Это просто обычные казаки тогда еще пели. Потом уже Жаров стал брать к себе уже туда певцов, которых там, ну, собирал, да, которые не были казаками, ну, некоторые, это уже в самом конце 30-х годов, на годах. А здесь еще поют настоящие казаки, то есть их слышно, они голоса, они слышно, что в традиции поют церковное пение, то есть они церковные, я не знаю традицию, прекрасно. А в чем такое академическое, да, как бы, да? Да, да, то есть они знают это, потому что они же все пели. Они же зачем удивили весь мир, что они все пели. Они и оперу пели легко, и итальянские арии пели, и пели наши песни, и там. Они ничего только не пели, они же на всех площадках пели. Теперь, смотрите, отсутствие какого-то барьеров и страхов. То есть в голосах не должно быть слышно вот этого, потому что, когда с детьми занимаюсь, я часто бывает, я им объясняю, что, ребят, нет ничего, ну, тут казаки-то были кто такие, они же, если они что-то там смерти не боялись. Вот у вас, оборона Албазийского сторона. То есть 100 казаков с копейкой, там, плюс служилые, плюс эти, там, общее количество было, там, около 300 человек, а казаков-то 120 человек было, против 10 тысяч китайцев 3 месяца оборонялись. Вот это где-то, надо себе представить, какие были, да? То есть по духу какой был. То есть не было никакого страха, ничего не боялись. В пении это слышно сразу. То есть я не должен там выйти и ничего не бояться. Что я боюсь-то? А только Бога боюсь, а как бы, ну, нет ничего, что могло напугать казака-то современного. Поэтому понятно, что, если мы сейчас возьмем, ну, тоже Азовское сиденье вспомним, да, или там какие-то подвиги, там, как Анди, когда там сотня, да, казаков, там, против целой армии, там, как Ансовоевала, да, Персов. Вот. Потом второе, отличительная черта, это напор. Потому что когда вот слышишь казачью песню, пытаются петь, когда есть такой коллектив, там нету напора, то есть там нет такого вот какого-то развития какого-то в песне, нету. Там вот они поют ее ровненько, как бы по метроному поют ее, вот. А метронома в казачьем пении нет. И вообще в традиционном пении нету, там нету ритма. То есть нет такого, что я вот там ритм пою. Потому что я могу запеть в одном там песне, да, если я пою там, ну, не знаю, там, скобелев, запиваюсь там, А то он... Ай, наш кубелев генерал, победитель всем врагам, победитель всем врагам. То есть он нету там такого, что я вот прямо там... Я начал в одном ритме, потом закончил, в другом пошел, да, то есть в этом нету какого-то метрономного. То есть казачьего круга, да? А? Казачьего круга? А там с кунцем, да? Нет, эта песня-то же не круговская, она же традиционная. Это, по-моему, либо Алексеевская станица пел, запись первая была. Не, по-моему, Хутер-Яминский. Ну вот, вот этот напор был такой в голосах определенных. Потом еще одна отличительная черта, это отличие, это отсутствие самолюбования в голосах. Ну, сейчас, знаете, бывает, я на этих жюри, когда сидишь, коллектив поет, и они там пытаются раскрасить песню. Чтобы она такая вот прямо... И они так... Самокрасруются, они до такого состояния... Люди начинают увлекаться, слушают, какие голоса они слушают, классно. Вообще, как мы слушают, красиво поют, так они отлично. Ну да, они красиво поют, замечательно, но не казачье пение. Оно... Потому что когда я начинаю раскрашивать, ну зачем зеленый пытаться красивее сделать? В казачьем пении уже все есть. Тем более казаки, если вы на них посмотрите, они не особо красивые. Они не ходили с проборами, со стрелками на ломбасах, на шароварах. Сейчас уже современное немножко такое понимание. Подходите, подходите. Подходите. То есть не было у них абсолютно никакого-то красования. Мы ходили... Если вы помните, да, Тарас Бульба начинается с чего? Где там лежит казак посередине, помните? На перекрышке дорог лежит. И его описание, помните, дорогущих шароварок из парчо, из царской парчи. Но они специально измазаны дегтем специально. То есть он показывает, что у меня отношение абсолютно такое. Только от оружия было отношение какое-то такое. А внешнее не относились. Поэтому на себя особо-то не обращали внимания. Как я выгляжу? Не важно, какую Господь дал внешность. Так я и выгляжу. Поэтому вот это самолюбование и попытка раскрасить песню, она отличительная черта такого, что не аутентичного пения. Потом еще что я ищу? Ну, артистичность, да, еще бывает, знаете. Тут пьяно, тут форте. Тут галисандра какая-то. Ну, у нас современная такая. Я ему говорю, да вы просто спойте, как вам на душу влюбило. У вас совсем по-другому зазвучит. Сейчас мы с лагерем занимались. Вот лагерь проводился, не лагерь, сборы проводились, а казачьи молодежи. Как раз это вот отделом, да, вот у вас здесь. И мы с детьми позанимался пением Страилы. Мы 20 минут мы с ним позанимались, полчаса мы с ним занимались. Они через полчаса запели так, что им самим начало нравиться петь. Они прокричались, я им объяснил, как Страилы о песне поете, что атаман 100 метров от тебя. Я говорю, вы себе поете, бумажкам своими поете. Себе, как вы привыкли разговаривать, так вы и поете. Представьте, от вас атаман 100 метров. Ты должен так запеть, чтобы он меня слышал. Потому что я пою, да, и он меня слышал. То есть я отошел далеко. Я говорю, ну, как говорил мне, крикни, чтобы я тебя услышал. Он кричит, я не слышу. Вот, вот. Вот, говорю, слышу, вот так запевай. Он запел, я смотрю, они так запели сразу. И потом им сразу стало нравиться. У них интерес появился. И они потом просто ходят, да, помнишь, да, они ходят по лагерю, ходят и поют Страилы песни. Сами, просто по себе. То есть у них все их пробило. Потому что, когда они, ну, мальчишки, там, девчонки, когда они начинают понимать, что у них получается, то у них это, их это сильно, конечно, пробивает. Ну вот, еще что, еще одна отличительная черта является, что сливаются они по нотам, а по духу. То есть вот могут быть, вот когда в круг вставали, вот мы с вами встанем потом в круг, ну, когда практическая будет за ней, когда встанем в круг, и вот надо понимать, что сливается не по нотам. Понятно, что у людей, музыкальное образование у людей, ну, иногда бывает это даже проблемой, что есть музыкальное образование, его тянет вот это, ну, что он там нотки пытается их выстроить, под нотки, но при этом убивается вот этот сам дух вот этих ребят, потому что у них, отсюда вот их своеобразие, свой образ, а его надо вытащить из них, потому что вот раньше как считалось, в круг встают, если ты в круг встал, круг это у него не начало, а не конца, Господь создал, да, вот такой вот круг, нельзя, ну, кольца равене, это символ вечности, вот, и в кругу все едины, все едины, там нет кого-то главнее, там еще кого-то, тут все равны в кругу, и считается так, что Господь, каждого поставил вот этот круг Господь, и именно твой голос, твой голос, вот сейчас важен здесь, в этом кругу, ты должен его сюда положить, вот, вот ты, какой бы он у тебя там ни был, корявенький, там, сип какой-то в голосе у тебя там, есть еще что-то, ты его должен сюда положить, и тогда он тебе это зазвучит, вот, ну, ты его сюда положил, чтобы тебя услышать другие, и когда вот эта совокупность голосов появится, то тогда голоса звучат, и парадокс заключается в этом, что, слушай, гармония получается удивительная, люди слились не по нотам, а по духу слились, и тогда зазвучало, вот это пространство, у нас это было, помнишь, когда мы занимались, да, с ребятами, которых не то, что, там, медведь на ухо наступил, там, слон с самолета на голову упал, такие, что-то, и они все, сейчас все поют, то есть, стопроцентный результат, не было такого, чтобы не запел ребенок, там, или там, парень, если он захочет, мы его из него вытащим, все равно, он запоил, все, потому что, у него, немножко подходы другие, а, сейчас проблема в том, что, музыкальных школах, да, детей, как они, берут, и начинают, там, чувствуют, что с ним заниматься долго надо, у тебя слуха нет, все, ты мне не подходишь, ну, то есть, есть еще выбрать, это такие спортивные подходы, взяли 100 человек, из троих человек выбрали, ой, 100 человек выбрали, троих или четверых, там, да, этим сказали, вы шлак не подходите, а эти, с этими занимаются, потом из этих четверых, один чемпион какой-нибудь получился, ну, ребята, а кто 96-ю будет заниматься? Кто? Мы занимаемся с ними, с этими людьми, которые, ну, если они к нам пришли, с ним пришли, мы с ним занимаемся, без вопросов, ходи, пой, встань, попой с нами, послушай, наполнись этим, вот, потому что, очень сложно, парни приходят, у нас пришел, недавно, я рассказывал, сейчас вот мы ехали, парень, он занимается, в консерватории, в Новосибирске, пришел он, вот он, бас, хороший бас, такой все, ну, он пришел нас, послушал, посмотрел, что никаких нот нету, что оказывается, нужно слушать, наслушивать долго, чтобы запеть, потом послушал, какие мы сложные песни поем, ну, вообще он, полностью, тут снег вообще, ну, извини, так и были, мы поем, на семь голосов поем, тебе надо, не просто, тебе на свое место найти, потому что, сколько было раньше казаков, столько голосов, стало, 20 человек, 20 голосов, даже своим голосом поет, своеобразие, ты свой образ положи сюда, конечно, были колена, основные колена, какие-то, не голоса, колена, 4 колена, основные, 5 колен, но, в идеале, казачьих пений, это когда много голосов, много народу, много голосов, вот, такие вот, отличительные, вот, еще сейчас, знаете, что еще есть, сейчас проблема в том, что, сейчас вот это, вот такое, чучелообразное пение, к сожалению, потому что сцена, она дается язык, потому что ты, ты там стоишь и поешь, ну так никогда не пели, не движет, че ты без движения пою, то есть, раньше шли пели, там, ехали на конях пели, строевым шагом шли пели, там, работали в поле пели, там, умирали пели, там, воевали, бежали пели, знаете, что, когда во время боя, солны пели, во время боя, когда наступали, да, и раньше, еще во времена, когда на мячах рубились, ты войско целое пел, а псалмы, все войско рубится, и поют, казаки, или псалмы, во время боя, чтобы не выпасть из состояния, на гнев, что ты на гнею, и ты истратишься, истратишься, ты сразу сломаешься, и потом пели, вот такое вот, в молитвовом состоянии находился, я сейчас именно говорю про составляющие, потому что, ну, не пытаюсь обидеть кого-то, потому что, чтобы меня понял, ну, вот, ну, как мы занимаемся, сейчас хочу рассказать, маленечко, мы сами занимаемся, как, у нас, назад еще вернусь, знаете, такой была ситуация, приехали в экспедицию, там, приехали с Московской консерватории, эти девушки, они, ну, этнографию собирают тоже, и они подошли, там, а там бабушкам приехали, думали, баба Шура, баба Зина, вот, они поют, ну, там, к ним все едут, они там, миллион песен знают, их все записывают, очень, к ним, и вот они к ним пришли, и одна спрашивает, баба Шура, а скажите, а вы поете сопрано или альт? она уже еще такая, она смотрит, Зина, ты как поешь, я поют, я поют, он кем-то толстым, то есть, для них это, голоса, ну, то есть, им очень трудно понять, как бы, современные такие вот, да, то есть, музыкальный, конечно, мне это, и вот, а это приехали профессионалы, вот они, а это кто тогда вопрос, они же ничего не, институтов не заканчивали, но и к ним же приехали учиться, они вроде как не профессионалы, вот мы тоже не профессионалы, потому что, у нас вот, из всего ансамбля, у нас, один учился в музыкальной школе, Игорь Лугин, или, по-моему, или убежал, он сам, я не знаю, то есть, он и доучился у нас, вот, ну, у нас была Галина Николаевна, Аникеева, она закончила консерваторию, она была, она слухач такую, ну, вот она, такой, дишкант казачий, настоящий, то, что, сейчас проблема в том, чтобы понять, сейчас казачьих дишкантов, их практически нет, женских очень мало, настоящих таких казачьих, их вот можно перечесть, по пальцам на одной руке, всех, то есть, я знаю всех женщин, мужских еще меньше, мужских всего четыре, в России, ну, один из них я вот, ты куда им ставил, дишкант, кто и самый верх, ну, если про диспетчеров говорить, тоже очень мало, то столько же, тоже, запевал? нет, диспетчер, кто в ансамбле умеет всеми голосами петь, любой, и умеет соединять голоса, то есть, я могу там так запеть, что вот я слышу дырки, я сразу тут же могу выдать так, чтобы песня звучала, то есть, я могу оживить песню, ну, то есть, это, это, свойство, Юрош, Юбаков, да, он, диспетчер, он, дишкант был, очень хорош, он имеет по-настоящему дишкантин, да, но он сейчас не поет дишкант, он сейчас получается, больше такое сольное пение, хотя сам он, конечно, любит очень, когда много народу мы поем, мы с ним последний раз, вот, наверное, две недели назад, мы с ним, перед въездом, у нас фестиваль, я там, в жюри был, сидел в фестивале, и он у нас приезжал там, выступал, ну, сдавал мастер-классы, общались мы с ним, мы дружим, все друг друга знаем, все уже друг друга надоели, ну, вот, и мы как занимаемся сами, мы собираемся, поем, мы поем, у нас репетиция проходит, репетиции по-разному, ну, бывает, в качестве разминки, бывает, поем какой-нибудь, блин, допустим, не по морю, мы ее протекли потихоньку, поем, поем, она долго, она, может, сами знаете, да, были бы по два часа пились, там, и там, ну, это, у нас она получается, мы где-то поем вариант, где-то около, ну, там, 20-ти минут, 20-ти, около 30, от 20-ти до 30-ти минут она у нас, вариант, который мы поем, и потом, и стараемся брать какие-нибудь песни, которые длинные песни, холодные песни были, застольные были песни, которые думки всякие, казачьи, думки пились, мы ее поем, она поется спокойно, и голос открывается, потихоньку открывается голос, были песни, которые, если пропел, одним голосом, от начала до конца, ты у тебя встал голос, очень трудно, от начала до конца допеть, одним голосом, то есть, у тебя начинает очень уставать голос, и там разные, конечно, казаки, у них там много всяких разных моментов было, голоса сами сбрасывали, как бы голос там, допустим, вверх держит, держит, на раз его сбрасывает, чтобы он не перенагрузился, ну и голоса были лужены, потому что они швоевали, они же кричали, командовали, у меня был такой опыт, во время 850 лет Москвы, это в 98 году, мы пробовали грести на стругах, на лодьях, на больших веслами, и попеть, хватило нас на 500 метров проплыть, против течения, 500 метров, это много очень, то есть мы, ну даже, наверное, поменьше нам было метла, 400, может, мы проплыли, вверх пропели, а потом все уже там в угробах, представил, как пели казаки, когда они шли на стругах, сотни километров, да, и пели песни, какие были у них глотки, да, понимаешь, откуда такие голоса берутся, как я сейчас включал, да, голоса такие мощные, конечно, там голос развивается, а у нас вот это вот, чуществообразное пение, мы от него избегаем, у нас коллектив, который ломает все стереотипы, нас из этого не любят, мы иногда можем в круг встать, у нас было на одном фестивале, был фестиваль один, и мы на него приехали, я думаю, че мы увидим сейчас, вот как это, пятистанье, все стоят, и мы какой-то, ну, это вот, и мы вышли, вынесли чурбачок такой, подмышкой, для Галины Николаевны, у нас две женщины, да, что поносило, а сами расстелили такой, вот этот, ковер такой расстелили, легли, там, кто сел, кто как, легли, на сцене, представляете, там, все, ему это, это, ну, все так, вот, подозрительно, в общем, достали графин такой, поставили его, ну, че, давай там это, вот, разлили, вот, а там у нас вода просто была обычная, выпили такие, ну, Жень, запевай, заиграй, он раз запел, и мы там, в общем, песню спели, одну, потом встали, и прессовую попели, прессовую, мы ушли, там, все, кто в зале были, говорят, круто, вообще смотрелось, ну, обалдеть просто, ну, руководители, кто это, все, они у нас потом еще не убили, ну, что, алкаши, развели, там, что у нас тут за это, реклама, что у вас там, как вы там, или, был у нас на одном фестивале, мы, в Омске это был фестиваль, посвящался, Егоре Хороброва, фестиваль был, и он посвящался, все равно же он там, Гермаку Тимофеевичу посвящался, ну, понимаете, мы слушаем, все выступают, и никто про Эдмаката не поет, ничего, ну, мы вышли, камышем, коем-то, вот, нам давали всем по 4 минуты, ну, короткий вариант, 12 минут, как спели, нужно допеть до Ермака, мы же не можем обрезать ее, что там про Ермака не пелось, а мы, как Ермак, пришел в Сибирь, там, да, мы ее, короче, спели полностью, но нас опять все злые были, вот, такое, ну, мы там живем, вносим, в общем, коллективом, и нас уже знают, что мы можем что-нибудь выкинуть в форте, потом, мы не знаем, чем мы будем петь, когда мы выходим, мы еще не знаем, чем поймем, мы бывает на сцену, прямо вышли, смотрим на людей, атмосферу вот эту поймали, слушай, давай вот эту сыграем, там, вот, и мы, раз ее, или, бывает такое, что, поэтому у нас нам нравится петь, потому что бывает, это выхолощивается, вы знаете, да, кто руководитель, когда ты поешь импертуар одно и то же, там люди уже выходят, им уже не интересно, они уже, от многих песен уже просто мутят, вот, а еще, знаете, сейчас же все любят шлягеры, они вас там просят, у нас, если мы хотим, у нас, ну, парень с вами играет на гармошке нашей, «Играй гармон» наш, вот, мы ему это, если мы его хотим разозлить, мы ему говорим, слушай, Антоха, давай-ка, вери-наверену, верю, он, его там сразу же выкручивается, он же как услышит эту песню, потому что везде просят, он говорит, я вот не могу ее, а его другие коллективы просят, ну, которые, сценические коллективы, они везде поют эту песню, вот, а с нами он ее не поет, потому что мы ее не поем, редко очень, ну, если совсем люди просят, которые не знают, ну, мы им там поем, чтобы развлечь такой вот, вот видите, отличительные черты, чтобы понятно было, ну, конечно, еще есть некоторые, отличительные черты, но вот это вот основные, которые вот немножко режут слух, чаще всего, на жюри, когда мы сидим, не надо пытаться красоваться, даже бывает так, что отсутствие внутреннего наполнения, вот этого внутри, пустота внутренняя, человека, она заменяется попыткой раскрасить, вот это украшать, начинаем, то там песен, там, черный ворон, что ж ты вьешь, там такой ворон, такой летит, сам себе красиво, нравится, сейчас его там убьют, он такой весь, там, выгибается, то есть не надо, это вот такая попытка, чтобы люди, потому что она в самом голосе все есть, и в самой песне все есть, и, конечно же, если мы вспомним, ну что, наши цедеды красовались, что ли, да они пели, просто туша у него, он поет, так вот, как ему Бог на душу положил, как он слышал, как его там, отцы деды научили, у них не было ничего, внутренняя была простота, у нас был дядя Ваня недавно, овчинников, дядя Ваня, вот он умер недавно, царствие небесное, замечательный был человек наш, и он был такой народный философ, и мы всегда, когда дядю Ваню вспоминаем, он это, казачий круг к нам приехал, только альбом свой новый написали, и они к дядю Ваню подходили, говорят, дядя Ваня, слышал, альбом, слышал ли нашего, он говорит, да, слышал, что скажешь, он такой, сильно красиво поете, сип порпалов с казачьим, точно дядя Ваня, е-мое, мы все думали, чего, прямо, просто казачьи голоса, они усталые голоса, от походов, нет такого, что он там прямо, знаете, ну, как Пелагея там вся раскрашивается, вся такая намазанная штукатуркой, такой, знаете, голоса такие, как слышно, а здесь они такие, походов, усталые, провоевавшиеся, от команд, от боев там, усталость, должна слышаться, и вот, когда вот это, такое пение, вот оно, да, оно пробирает у нас, у нас когда слышали, у нас есть такой, свой образ каждого голоса слышно, и каждый свой живин, какой-то, значит, вот это вот есть, бывает, знаете, да, ну, кто вот, коллективом, кто руководит коллективом, я не знаю, что когда такой попадает человек, вот он, он дает какой-то свой, такой красивый, говорит, ну, в голосах, хорошо это, ну, что еще хотел, маленько, слушать, по теории, ну, как продолжение, у нас, видите, меня попросил, Вячеслав Владимирович, Осанов, на самом деле, первый раз провести мастер-класс, мы так общаемся постоянно, он у нас сейчас живет, я его там встречал, он сейчас переехал с Москвы к нам, ну, вы знаете, Осанов, Вячеслав Владимирович, преподавал в Весенке же, да? Весенке. Он был вецепрезидент Российского фольклорного союза, я думаю, что это величина такая, как подобное, там, Хабанову, там, Хинцову, которые были, вот, собиратель, считай, он основатель нашего Новосибирского фольклорного центра, центра фольклора и этнографии, он ему руководил в одно время, потом его перетянули в Москву, вот он был в Москве, в каком союзе, и он собиратель, фактически почти всех, во всех коллективах, включая наш, он был зачинателем, то есть таким, крестным отцом, таким своеобразным, потому что он многим дал полчок, и многие руководители коллективов, они с ним ездили в этнографические экспедиции, вот такой он был, огонь, горел там у всех, он нас до сих пор поддержит, он меня сподвиг на это, он говорит, Сергей, тебе надо рассказывать, потому что все рассказывают со стороны просто гения, а никто со стороны воинской культуры не подходит к пению, к подготовке голосов, если я сейчас начну рассказывать, вот как мы к этому подходим, вообще так никто не занимается, как мы занимаемся, мы от обратного работаем, мы занимаемся в первую очередь воинской культурой, а потом у нас все начинают петь, у нас все кто, представьте, в ансамбль у нас, в Майдан, у нас, когда пробовали набирать оттуда с колледжей, там, с музыкальных всяких там, училищ, там, людей там, с музыкальным, с институтов культуры, все убежали, все ушли, не смогли, никто не выдержал, никто не смог так петь, а когда, вот мы занимаемся рукопашным, кулачники там занимаются, бузой там, вот эти ребята у нас там, и мы занимаемся, да, своей воинской системой, вот, все остались, все кто пришли, все остались, все костяков, являются те люди, которые занимаются, то есть это дает, все-таки, желание петь, желание, потому что сейчас очень трудно, вы заметили, да, дети, чтобы это развить, чтобы им не хотелось петь, видите, им не охота на нас походить, понимаете, чем проблема, вот сейчас вы же, вот кому хочется из детей походить на вас, на вас, ну, занимается этим, да, конечно, очень трудно, сейчас даже на казаков не хотят походить, понимаете, потому что, во-первых, у людей какой-то образ формировался ложный, начиная от СМИ и заканчивая, ну, там, иногда бывает, даже и сами казаки такой образ определенный несут, но, если глубже-то задаться, казаки, какие, что такие казаки-то были, это же не так просто, это было в воинской сословии, это сильно, это было, самые лучшие представители любого народа шли в казачество, самые лучшие, те, которые вот, буряты воевали, во-вторых войске, здесь, в Забайкальском войске, да, воевали, они кто, самые лучшие, которые считали, что они не могут остаться в стороне, когда идет война, они шли в казачество, вступали, они жизни своей ложились здесь, они кровь свою проливали, они шли везде, в вагоне в бой, первые шли, в бою, вот, были разные, и там не только эти, я знаю, и примеры, и алиуты там были, в казачьем войске, вот, и там, вступали в войско, венки, вступали, были разные народности, мелки, вот, это было со словом, это самое-самое лучшее, а сейчас у нас, да, иногда бывает, что далеко не самое лучшее, тут, вот, по разному, поэтому, есть определенные отношения, ну, а наша задача, чтобы все-таки люди захотели, и мы подходим к этому через воинскую культуру, теперь я хотел бы по воинской культуре, немножко остановиться на этом моменте, потому что, вот смотрите, на чем воинская культура казачья держалась, и я поэтому и лекции читаю, Курский празднователь фестиваль такой этнографический, он посвящен празднованию Курской коренной пустыни, Курской коренной иконы, как вы думаете, и туда съезжаются самые такие вот сильные коллективы казачьи, этнографические, чисто этнографические, бывает, что туда приедет коллектив, который, ну, он такой сценический, они поют, пытаются этнографию, ну, не получается, но вот они туда приезжают, конечно, они там себя печально чувствуют, но зато у них потом прорыв хороший, прям вот, вот в Стольятти такой коллектив, когда приезжал, очень хороший коллектив, вот, и там занимается этим, ой, Елена, что-то мне с головы летела, но я знаю, что Виктория Кутиловская, она самая покровная, она знает, кто занимается этим, плотнее, Виктория Кутиловская, если они занимаются, Анатолий Сандалов, это, ну, они его жены, и, и, и Лена, это ансамбль «Верья» из Курска, вот они, как бы, основатели, ну, основатели этого фестиваля, и Курское регистровое общество казачьи, они занимаются, курские казаки, там, этот фестиваль, он проходит в рамках, то есть, первый фестиваль, кстати, который на федеральные деньги делается, то есть, его вот пробили в Москве, и сейчас он является такой, федеральным финансированием, у него есть, как раз Иванов Дмитрий Леонидович, вот этот вот, представитель президента по культуре казачьей, он занимается, вот, туда вот приезжают, чтобы повысить свой уровень какой-то, вот, так вот, я там проводил семинар, и рассказывал про обличительные черты, мы тогда занимаемся с самыми маленькими детьми, с чего у нас начинается, мы им рассказываем, что основой русской воинской системы является форма, дыхание, движение, напряжение, то есть, вот, четыре китана, которых держится русская воинская система, форма тела, можно делать, посмотрите, пожалуйста, я сейчас покажу, да, смотрите, форма тела, мы когда про воинскую культуру рассказываем, если я надавливаю на него, я его не свалю, если я немножко форму ему сломал, тело пойду, то есть, я ему форму начну, немножко, во всех воинских единоборствах, там, условно форма тела является основой того, чтобы человек свалил, ну, садись, да, то есть, вопрос в чем, так в пене, то же самое, бесформенность, то есть, вот, заметили, да, вот эта форма, и слышно, что нет формы внутреннего человека, нету стержня, в голосах не слышно стержня, если мы послушаем, да, любое, я могу еще повключать им намного, но я думаю, сами все слышали, вот, и когда ты голос слышишь человека, слышно, что у него нету вот этого внутреннего стержня, бывает такая духовная пустота у людей, они сейчас изломаны внутри, он снаружи-то весь ровный, а внутри он весь сломанный, то есть у него нет такой, потом, сейчас, одной из проблем является вот это внутреннее напряжение, страхи, страхи, заметили, да, вот когда занимаетесь, даже сейчас, кто из вас сейчас можно кого-то взять, многие боятся своего голоса, тебя это надо взять? Лоботишь? Нет, нет, я хочу, чтобы ты спел чем-то, за область. Да, да, видишь, у тебя отсутствует, да, но я думаю, что у тебя все равно есть какой-то определенный там рубеж, который тебе сложно будет перейти, потому что человек, мы иногда бывает берем, да, ребенка, с ним начинаем работать, и ты понимаешь, даже не ребенка, ну там постарше кого-то, ребят, вот особенно у нас переходный возраст, у них начинается, когда у них, ну уже возраст такой подходит, когда они там начинают увлекаться противоположным полом, у них начинаются всякие разные совокупности таких страхов, которые они там боятся своего голоса, как я выгляжу, как я там буду смотреться, вдруг что обо мне подумает, там у них начинается у них комплексы, да, у них комплексы, да, и поэтому бывает иногда сложновато сильно, а в казачьем-то пении нет никаких комплексов, какие комплексы там, все сносили голоса там, и пели, я вообще никогда не задумываюсь, как я там выгляжу, ну я вышел, я пою, вот меня сейчас на душе так, я пою, вот, мне там не волнует, что там, что бы мне там подумать, я спел, как вот у меня отцы деда учат, то есть мы выходим, поем, ну да, люди, ну много, бывает телекомпании всякие снимают, ну и все, ну снимают, да снимают, я же пою, я же не пою, что-то чужое, я свое пою, как я умею, так пою, не ворачиваюсь там, наизнанку там, что-то сверх того, чего умею, не пытаюсь из себя представить, как вот умею, сейчас так и выдаю, поэтому это бывает, иногда с ними сложно, вот эти вот, со страхами с их не побороться, бывает им надо подкричаться, очень много выходит страхов, когда через игры, через разные, когда мы с ними традиционными играми занимаемся, ну вот там, поиграем там, там в кругу поставим их, там какие-то забавы, такие, да, начинают с этих там толкашек, там петушков, там вот, это убирает очень много комплексов, потом очень много убирает комплексов церковное пение, потому что когда, если вот это является продолжением, казаки раньше, они спокойно могли в храме в любом петь, то есть они же пели, они весь, всю службу знали, вот если вы знаете, да, то в церкви существует прямо целая система, как голос ставится, то есть ты пришел, ты сначала начинаешь на клиросе читать, сначала читаешь, сначала ты дома читаешь, молитв, слух, да, потом ты там, чтецом становишься в храме, потом ты уже апостол читаешь, потом ты уже поешь, на клиросе более-менее, там уже когда у тебя, ты перестаешь бояться, ты уже службу, когда ты знаешь, у тебя уверенность появляется, ты уже начинаешь, А потом дальше уже человек идет, идет, двигается, если надо, если у него позволяет ему есть желание, у него внутреннее расти дальше, он там диаконом становится, но это редкость, диаконом, священником дальше идет И голоса ставились, у нас было такое, что, знаете, боялись люди, боялись своего голоса Вот как вы думаете, вот что главное, вот мы сказали про воинский дух, да, когда говоришь ему, что знаешь, что, ну для чего голос-то человеку данный язык Как вы думаете, для чего голос? Ну не те, кто знает, а? Общаться, общаться, коровы тоже общаются Они, кстати, коровы, лошадь, а друг друг понимают, поржал, у него же нет языка, он не может говорить, как мы Угрожает там духовность Передача информации, наверное? Передача опыта, значит, провели Они тоже информацию передают, языки, они не обязательны им, они пошли, подошли, потерлись, там, телами, там, да, все они, все друг друга понимают Так вот, язык-то, видите, интересно как Поэтому, когда мы начинаем вспоминать, что язык дам человек, чтобы славить Бога, вообще-то, люди по-разному, животные даже славят Бога, да, по-своему Ну просто, сейчас у нас люди от Бога-то пошли, конечно, далеко, но казаки об этом знали, поэтому это основой является И когда ты не поешь, вот представьте, да, тебе Господь дал все, да, и ты ему говоришь, знаешь, Господи, не надо мне такой голос Мне достаточно кушать подано, чтобы меня слышно было, ну и там, в туалете занято, так сказать, да, слышно все Прекрасно, мы с друг другом общаемся, там, да, пойдем поедим, пойдем выпьем, там, пойдем-то сидим То есть у нас уровень бытового общения, поэтому голоса такие бытовые А голос, который может горы двигать, да, допустим, у человека пропадает голос, потому что ты от него отказался Зачем тебе? Он тебе не нужен, ты от него отказался Все, Господь забирает, так же слух забирает Потому что слух тебе, ну зачем тебе? У нас, знаете, какой подход? Вот если я слышу тебя, то у тебя есть голос Если ты меня слышишь, то есть слух Такой подход у нас Простой очень, если ты меня слышишь, все И знаете, как, вот мы в круг встаем, да, я, допустим, человеку говорю, там, пой Вон, какой-то звук Кто считает, что у вас голоса нет? Кто считает, что нет слуха и голоса? Что боитесь? Ты считаешь? Понимаешь, если с тобой позаниматься, одна минута, через одну минуту я тебе докажу, что у тебя есть слух и голос есть Потому что вот мы в лагерях работаем, 50 детей, да, встают ко мне 50 детей, руку поднимите, у кого голоса слуха нет Человек 10-15 подняли, ну, чаще всего боится Ну, подняли 15 человек Я говорю, остальные посидите только 5 минут Садим с ними в круг Все, начинаем с ними голосом заниматься Через 15 минут поднимите, кто считает, что у него слуха нету, голоса Тишина, все Ну, всем доказал, что у всех есть слух и голоса нет, да? Ну, все, да начинаем заниматься с ними Потом уже смотришь, они уже все поют То есть, в той или иной мере, то есть, у них просто, еще раз, пение, это, ну, как бы, вот эта проблема, это совокупность страха у них Совокупность страха, потому что люди боятся своего голоса, какой-то комплекс определенный И не надо вдаваться в их комплексы, есть просто определенная методика Она раньше такая была, просто люди, когда попадают в атмосферу настоящей такой, да? Они потом в ней растут, ну, нормально-то потом Потом, вот вы, многие представители, сценические коллективы, да? Там, где плясать приходится, там, да, уметь, там, все Проблема же, да, попробовать заплясать, да, чтобы он у вас заплясал, да? Проблема Пришел, да, парень, или там, девушка, да? Попробуй, чтобы она у тебя выдала что-то Там очень трудно А у нас, да, сейчас вот я ездил в Галумете, лагеря проводили, мы с детьми занимались плясом Попросил меня там батюшка, но батюшка такой, он в станице пил ансамбль Закончил институт Волгоградской институт культуры И это у Ольги Григорьевны Никитенко учился, там, она руководитель ансамбля «Станица» Вот, и он попросил пением и плясом с ними позаниматься Я с ними там возился, ему говорю, слушай, чтобы они заплясали, они сначала должны так запеть, чтобы им захотелось плясать Я же должен так запеть, чтобы мне, если я пою, да, мне, конечно, проблем не составляет Плясать там, да вопросов нет, сейчас запою и любого приглашу и буду с ним плясать, без проблем А люди-то, они какие-то, начиная схемы, они пытаться плясать Чтобы вот этого не было, что-то, да, попытка вытащить из него трудно Это тоже совокупность страха определенная, да Потому что когда ему потом самому охота плясать У нас, мы в этом лагере вытащили из детей Вот, но это сложновато было Батюшка передо мной задачу поставил За три занятия мудреца есть там, чтобы они мне заплясали за три занятия, сами Вот, я им сказал, говорю, три занятия, потом одно занятие мы с девчонками, с девками будете плясать Я говорю, все, вот девок посадим, поставим, да, все, будете их приглашать в круг, встанем Ты должен будешь подойти, девку пригласить, с ней поплясать в круг У них там, когда они девок увидали, у них там все опустилось внизу там А они, ой, да ну их, мы с ними не будем А девчонки от них, короче, у них же еще детский максимализм Ой, да ну их, мы этих парней там И потом, вот, а потом они с ними походили Там были парни, которые, ну как сказать, вот сейчас в лагере первой неделе Я был у нас в лагере, я там в самом начале И дети, которые вообще хотели из этого лагеря уехать Нам ничего не интересно, нам все не нравится Вот такие были дети И они после этого занятия уже все нравится уже Лагерь нравится, все круто, все здорово Они уже, мы хотим тут остаться Вот, я к ним уже подхожу, потом говорю, ну чего, ты же хотел уехать Он такой, нет, мне тут нравится все, я тут буду И это было на занятии, они поплясались друг другом А началось с того, что я им просто раздал парням частушки Знаете, частушки Девчонкам у нас Ангелина раздала частушки, девчонкам Задорные такие частушки Друг друга подбадрил Все, включил музыку подгорную, включил Говорю, давайте, Ари, прокричитесь Вот частушки, давайте Все, вы поете свои, вы поете свои Они вам спели, вы им ответили И все, друг другу Все, девки первые взяли, спели первые Я им, перед этим музыка играет, я им пою Я спел частушку, другую спел частушку, третью спел частушку Они слушают, мы слышали Я говорю, кто-то попробовал медленно, тихо Я говорю, тебя не слышно Ты должен вот так, чтобы тебя все слышали Чтобы им там захотелось тебе ответить Ну все, они у нас запели И вот они прокричали, девки первые пропели Я говорю, ну все, девки вас умыли Говорю, все, вы сдулись Парни там Они как там у нас сдулись Раз, они сразу им в ответ там читают Пропели в ответ Я говорю, ну что, девчонки, парни вас умыли Говорю, ну-ка давайте Ответ И они вот всем друг другом начали порубиться Порубились, порубились Минут 15, наверное Потом после этого я Частушки забираю Идите-ка в круг сюда, выходите В круг встали И мы начали в игры играть В игры они поиграли В игры, я уж не помню Машеньку и Яшеньку И в хвоточек поиграли мы с ними Они с друг другом там поиграли Поплясали вокруг А потом все, приглашать стали И получилось так, что они, знаете Мы с ними поиграли, поиграли Они у нас поплясали Парни выходили, которые вообще Там ребенок, он никогда в жизни Он там выходит Ничего не умеет Он подходит к этой девке И не знает, что с ней делать Я ему показал, что это надо Как она Как пляс-то происходит Какая сама схема Что это было Ну он ее пригласил Она вышла Он не знает вокруг И боится И все И он вокруг нее походил Первый Потом вокруг второй походил А потом Такая ситуация была интересная Я то смотрю Он сам уже с ней С другой пляшет Третью пригласил Молодец И вот И они начали с друг другом играть Заканчивается занятие У нас полтора часа было занятие И через полтора часа Смотрю Три девчонки стоят такие Насупились Я к ним подхожу В учебу Девчонки С нами Никто не поплясал Так уж сами Отбивались от парней Сейчас только И вот час назад Вот от них Да ну их Мы с ними не будем Мы с ним не хотим Ну со всеми же поплясали А с нами нет И а ну-ка парни Давайте их лишить И музыку опять включаю Они с ними Поплясали Все Занятие заканчивается Мы пока стоим Разговариваем Захожу на улицу Смотрю Они на улице Просто продолжают играть И пляшут С друг другом Патюшка потом Ко мне подходит Говорит Ну вообще Вещи же у меня шел Оказывается Слушай Они пробирают Как это У них потом Интересно Потом на занятии Я им по свадьбе Потом рассказывал Как свадьба проходила По свадьбе Интересно Потом рассказывал Про разное Как новичок Общались С друг другом Что плясали Кадрильки Какие у нас Всего этого много У нас Одних игр Пару недель играет То есть Здесь Проблемы Вот здесь У вас В ОНОД Вообще Бурятни Проблемы Что у вас Нету Ни одной площадки Такого лагеря Где бы Вы Мобиль Сами Передавать Чтобы это была Площадкой Для передачи Вашего Община Проблемы Понимаете У нас Такие лагеря Есть У нас Таких Три Четыре Лагеря Я у вас Таких Не знаю Где бы у вас Вечерки Какие-то проводились Где бы они Плясать учились Петь Нету Такие мысли Есть Но с помощью Просим прощения Туренцев поехали Вернемся Попробуем Все же сделать Родители С внуками С дедами Приходите И будем Кадриль Учиться Николай Борис Поможем Без проблем Просто Им Видите На самом деле Очень такие Лагеря нравятся Вот у нас Мы проводим Мы приехали Мы там С ними Народными Играми Разными Их же много И у вас Даже своих Там куча Игр Было Разных И Какая-то Есть Особенность И Мы свой Лагерь Проводим Свой Семейный Я провожу Лагерь Просто у нас Ансамбль Майдан У нас 45 детей В ансамбле Такого У нас У меня Пятеро У нас Еще Пятеро Есть Почетверо Есть Некоторых С детьми Своих Соберем Каждый Может Какой-то Опыт Передавать И Думаю Что У вас Тоже Так Можно Делать Звали Пожалуйста Приезжать По Играм Целый Семинар По Попениям Вообще Без Проблем Совершенно Просто Есть Четко Уверено Как С ними Начинать Петь Потом Уже С ними С Ребятами Может Заниматься Пожалуйста А че Они захотят Потому что Они пойдут В ансамбль Захотят Они Может Просто Людьми Нормально Вырастут Захотят Они Казачество Потом Ступит Они Как Кадеты Мы с ними Работаем Они Потом Смотришь У них Такие Мысли Подходят А я Хочу Шашку Купить Зачем Тебе Шашка Че Ты Синего Ждет Ну Я Хочу Шашку Вот Я научусь Ей Работать Шашкой Хорошо Молодец Потом Смотришь Уже Они Ну Их Принимали Может Ребят Потом Смотрите Что такое Одна из проблем Коллективов Разных И сценических Коллективов Почти везде Крутят Шашкой Везде У нас Проблема В том Что У меня Такая Была Ситуация В Москве На живой Традиции Стоит Парень У меня Шашки Раз Ты Так Здорово Я Подхожу Ты Что Делаешь Я Вот Так Работаю Шашками Раньше Работали Когда Так Крутишь Тебя Никто Ничего Не Может Тебя Коснуться Тебя Не Победишь Правда Он Так Да Я Можно Я Попробую Да Я Уберу Шашки Он Крутит Шашками Тур Вот Шашки Он Раз Потом Бом по плечу Раз По спине Останавливается Шашка Перестает Крутить Ты Наверное Умеешь Работать Ты Нет Ну Да Я Только Учу Секрет Если Не Знаешь Не Рассказывай Просто Чтобы Понятно Было Что Они Крутят Но Это Все С Нележ Попытка Какой Тогда Сценическая С ними Немножко Позаниматься Чуть Объясните Что Это Такое Шашка Как С ней Работали По Настоящему Когда Он Хотя Бо Маленько Задумался О том Чего На руках Держит Тогда У них Другое Отношение У нас Сразу Другое Отношение Снова Когда С ними Работаем Мы Настоящим Оружием Работаем Я Рассказываю Показываю Берем Эту Шашку Я Показываю Что Шашка Работает По Настоящему Потому Что Это Оружие Серьезное Оружие Угрозное Оружие Один Мог Вообще Против Войск Вы Один Представляете Вообще Не боялся Ничего Возьми Дай ему Оружие Он Пробой Препор Не Напрягай Шашка Это Верх Войска Верх То есть Ей не Фехтовали Потому Шашка Представляете Шашка У нее Отсутствует Гарда То есть Он не Подразумевает Что ты Фехтуешь Я Представьте Я Работал В одном Движении Сразу Двое Трое Нападают Одним Движением Сразу Работал Если Там Два Движения Максимум То есть Я Не Фехтовал Это Самые Опытные Брали Шашки Потом Уже После Когда Кавалерийские Стали Войска Не было Смысла С коням Не Все равно Рубики Простили Она Перешла В другое А Изначально Шашка Была Такой Опытной Брали Поэтому Такой Тоже Подходит Меня Немножко Удивляет Что Люди Берут Берутся За оружие Даже Какие-то Сценки Бывают Такие Делают Когда Они Рубятся Бывает Какой-то Боя Есть Даже Искры Летят Но При этом Дальше Не Идут Поэтому Ребятам Неохота Дальше Детям Заниматься Они Никогда Не Видят Дальше Продолжения И Понимают Что Это В кино Даже Круче Чем У нас Нет Просто У нас Приходили Бывало Парень Рассказывает Я ходил Занимался Этим И Считал Сначала Что Я Научился Потом Когда Я Понимаю Что Я Не Умею Ничего Я Сейчас Возьму Просто Палку И Тебя С С этой шашкой Туда С этой палкой То есть Он не знает Что этой шашкой Делает Продолжения Нет Никакого Поэтому Ненастоящесть Такая Немножко Есть Теперь Я Вам Рассказал Про Форму Тела Потом Идет Напряжение Про Острак Напряжение Потом Дыхание Дыхание Это Основа Основ Когда Шаляпи Нас Спросили Когда Он Уже Состарился Он Спросил Почему Ты Перестал Петь Почему Не Поешь Он Говорит У меня Все Дыхание Нет То есть Дыхание Дыхание Конечно Видите Дыхание Основного Воинского Искусства Да И Видите Мы Допустим Без еды Можем Там Долго Продержаться Без Воды Можем Долго А без Дыхания Ты не можешь Даже Двух Трех Минут Протерпеть Поэтому Тяжело Человеку Бывает Ну Че Практически Будем С вами Заниматься Будем Поем С вами Поиграем Поддержим Голос Идите Вкруг Вставайте